Масленичная неделя подходит к концу. Белгородцы пекут блины и вспоминают русские народные традиции и забавы. Традиционные гуляния проходят во всех городских округах, учреждениях культуры, школах и детских садах. Наши съемочные группы работали в разных точках города. Как Белгород встречает весну в нашем обзорном сюжете. Приходите к нам в столу. У нас блины разные, вкусные, с начинками, с гущенкой, с творогом. Эти угощения первоклашки 41-й школы приготовили вместе с родителями. Праздничный стол оформили в русском стиле. Развернули скатерть, поставили самовар с горячим чаем и, конечно же, разложили блинчики по тарелочкам. Самые юные поварята охотно делились секретами приготовления лакомства. Знаю, что мама туда кинула два яйца, муку, помешала, положила на сковородку, потом перевернула и получились блинчики. Загородный лагерь «Сокол» стал центром праздничных гуляний для учащихся начальных классов 41-й школы. Показать свое кулинарное мастерство сюда приехали больше 200 детей вместе с родителями и учителями. Десять команд соревновались не только в приготовлении блинов, но и в творческих подвижных конкурсах. Нам повезло с погодой, что в этом году мы выехали за пределы школы. И с малышами мы проводим прекрасное время. Хочется, чтобы это было всегда. Пока дети были увлечены подвижными играми, жюри оценивало сервировку праздничных столов. Учитывали внешний вид, наличие тематических атрибутов, разнообразие угощений. Я с икоркой попробую. Ну как? Девочки, я рекомендую. По итогам кулинарного состязания первое место разделили учащиеся 1-го А и Г-классов. А это уже 14-й округ Белгорода. Здесь учащиеся старших классов 37-й школы устроили праздник для своих младших товарищей и жителей микрорайона. Гостей праздника встречали веселыми частушками, народными танцами, интересными конкурсами и, конечно же, главным блюдом недели – блинами. Блины, вкусно очень, все хорошо. 7 дней, просто счастье. Это праздник жизни моей любимой. Я его жду каждый год. Это занимательно, сплачивает коллектив школьный. Это радостно, весело. Праздник объединил представителей разных поколений. Собираться вместе на округе уже стало традицией. Воспринимается людьми этого микрорайона довольно положительно, с активным участием. Они уже дальше к этому привыкли. Ожидает уже ежегодно это мероприятие. В 9-м округе Белгорода гуляния были организованы по инициативе местного совета территорий, который возглавляет депутат горсовета Максим Полесико. Главными зрителями стали жители микрорайона. А в качестве артистов выступили дети из творческих студий подростковых клубов «Юность», «Алэ Паруса» и «Бригантина». Посмотрите, как здорово. Это настроение. Они же идут с семьями, а это сплачивает очень. Гвоздем программы стало выступление хора ветеранов «Росиночка» и группы иллюзионистов. Песни, пляски под баян и активные игры порадовали гостей не меньше, чем угощение. Масленичные блины и горячий чай. Наиболее значимые даты жители микрорайона всегда отмечают вместе. Такая практика не только доставляет приятные эмоции, но и объединяет жителей. Развивает чувство ответственности за округ, в котором они живут. Диана Калединова, Ксения Гофман, Станислав Колесников, Павел Емелин, Евгений Северинов, Дмитрий Ерема. К этому часу Белгород.